Привет! Мы на канале Прогафта. Сегодня у нас в гостях у Шкоды Лилия Бойко, блогер. Сегодня мы узнаем, что такое блогинг. Профессия, хобби, желание быть популярным. Поехали? Поехали! Блогерство для меня – это полноценная профессия. Во-первых, я им занимаюсь уже лет 6, с 2014 года. Во-вторых, я уже преподаю блогинг, обучаю, как становиться блогерами. И если раньше это было чисто хобби, и для того, чтобы мамские дни были не такими скучными, то сейчас это заработок. У меня много проектов с крупными компаниями, обязательства уже по рекламе. Мне кажется, все мечтают работать из дома, так как мы не быть привязанным к месту, мочь путешествовать. Но, опять же, здесь нужна жесткая самодисциплина, потому что даже в путешествиях ты работаешь, и дома ты работаешь больше, чем обычный рабочий день. Но муж, допустим, работает в основном ночью. У нас много клиентов из Америки. Ну, какому ночью, у которых ночью день. Ну и плюс он такой больше сова, ему проще сосредоточиться, ребенок не отвлекает, нет встреч каких-то и так далее по ночам. Так что нормально ему. Ну, а я тоже как-то втянулась, привыкла. У меня всегда есть список дел, который только пополняется, не бывает пустым. Мне сложно представить, когда я выезжаю в центр, пытаюсь все свои выездные дела впихнуть в один день, для того, чтобы не тратить время на дорогу. Ну, с пробками там час туда, час обратно. И я просто поражаюсь, как некоторые каждый день же ездят на работу по вот этим всем пробкам. И это, ну, как бы считается нормой. Для меня это... Я слушаю в машине аудиокниги и так далее, но все равно это столько времени просто впустую тратится. А дома, я считаю, эффективнее. Ну, если ребенок в садике. Здесь нужна коммуникабельность, нужна очень высокий уровень самодисциплины. Потому что хоть со стороны кажется, что мы просто там ненапряжно сняли там какие-то 15 секунд в день, несколько раз и все. Но на самом деле это работа 24 на 7. И даже вот на отдыхе еще больше поводов найти прикольный контент. И часто отдых это тоже по рекламе. Поэтому ты считай, постоянно работаешь, и вечером нужно отвечать, и утром, и постоянно снимать что-то, искать повод, инфоповоды для того, чтобы быть постоянно интересной, не прекращать поток контента. Ну, сейчас некоторые взрослые начинают, ну, хотят стать блогерами для того, чтобы, вот, думая сразу о заработке. Но так оно не работает. Потому что когда я начинала, например, мы вообще не знали там даже о монетизации Ютуба. Ну, Инстаграм не платит, Ютуб платит за просмотры. Но когда мы начинали, мы даже об этом не знали. И там было человек 20, вот, мам-блогеров, во всем СНГ. И мы до сих пор, кстати, общаемся, такие как динозавры блогинга. Там части уже перестали быть блогерами. Ну, а сейчас прям очень много начинающих. Ну, наверное, как и в любом деле, процентов 80 за первые, сколько там, 2-3 года отсеивается. И остаются те, кто не просто за деньгами, Ай любит это. Я, на самом деле, работаю еще над своим стилем. Вот сейчас у меня есть продюсер, с которым мы пытаемся усилить, ну, найти именно какие-то фишки. Сейчас вот у меня, допустим, красная помада. Это, как бы, одна из моих фишек, которая родилась случайно. Я просто часто пользовалась ею, потом пришла на какое-то мероприятие для блогеров с нюдовой помадой. И меня некоторые, там, кто-то не узнал, кто-то спросил, как, а где твоя красная помада, ты же всегда с ней. И я тогда поняла, что да, я всегда с ней, ну, обычно уже. И сейчас, ну, специально всегда и украшусь даже дома на сториз. Но плюс, ну, помады, естественно, мало. Нужно больше каких-то еще таких фишек, которые тебя будут выделять, чтобы по ним, ну, вот как у всех известных личностей, есть какие-то атрибуты внешние, характерные. Ну, и они же должны продолжаться и в блоге. То есть это должен быть такой же, ну, единый стиль и в сториз, и в постах. И, ну, чтобы ты, как бы, гармонично с этим вот всем сочеталась. Но я целюсь на больше премиум в разные бренды, сегмент. Поэтому, ну, естественно, я пытаюсь показывать там только, ну, когда я нормально выгляжу, нормальный фон и так далее. Я начала вести блог после родов, когда после такой активной социальной жизни пришлось закрыться дома на год, а то и больше. И у меня просто жесткие послеродовые последствия были в плане фигуры, там, живота, расхождение разных костей, мышц и так далее. Мне пришлось два месяца лежать, прикованной быть к кровати, ну, чтобы не сойти с ума. Я как-то, ну, я уже тогда на тот момент смотрела других блогеров, вообще узнала, что существует блогинг на YouTube. Я начинала с YouTube-канала, смотрела о родах. И вот на пике депрессии от того, что не могу наслаждаться материнством, как мне казалось, вот это делают все, а я была такой в депрессии, я сняла видео о том, что, ну, о своих реальных ощущениях, что это не просто там, что материнство – это не только бабочки, там, цветочки и так далее, а то, что бывает не очень приятно и что это тяжело. И оказалось, что многие ощущали то же самое. Ну, и мне начали писать те, кто тоже, ну, столкнулся с разными послеродовыми проблемами. А потом я решила, что нужно встать, возглавить движение, потому что буду возвращать любовь, ну, как веру в себя, любовь к себе, свою красоту и так далее, восстанавливать фигуру, нашла упражнения специальные по вот этой проблеме, которая у меня была в англоязычном интернете, перевела их, выложила на свой канал, девочки начали заниматься, и вот целый год я вот эту тему месила восстановление. Ну, а потом, когда уже все нормально было, потом мы, когда ребенку было полтора года, уехали учиться, уехали в Америку пожить на полгода, потом вернулись, уехали в Таиланд, ну, и блог стал больше travel направлением, ну, а потом ребенок уже пошел в садик, я начала развиваться в блогинге, там, закончила школу телеведущих, ну, и блог стал больше уже lifestyle форматом. Я, кстати, была в 2016 году еще, когда мы жили в Америке, съездила в Лос-Анджелес на самую большую в мире конференцию для видеоблогеров, Виткон называется она, вот у нас есть аналоги, там, видео-жара, видео-пипл, но тогда вот, только в 2016 году у нас начались, а та американская конференция уже с 2008, где-то 2008, что ли, года, и, в общем, я там прям вдохновилась, увидела эти все масштабы, и решила, что я занимаюсь тем, тем, что надо. Все люди, которые становятся блогерами, они жаждут популярности, и это, в принципе, люди, которые по жизни с лидерскими качествами везде там что-то возглавляли, были президентами класса, старостами и так далее. Я, кстати, тоже в университете была, работала в молодежной организации, Айсек, по развитию лидерских качеств, была там вице-президентом по пиару, то есть это, несмотря на то, что я закончила экономику, я никогда не работала в экономической сфере, ну, и всегда вот двигалась в пиаре, рекламе. На YouTube у меня до сих пор полностью органика, там, в принципе, ну, единственный вариант продвижения, ну, кроме того, что взаимопиар с другими блогерами, есть еще контекстная реклама, но она довольно дорогая, а в Instagram я начала развивать где-то года три назад, в семнадцатом году, сейчас у меня Instagram основной, и там, ну, сейчас уже органического роста практически нет, то есть там нужно вкладывать прилично для того, чтобы расти. Это должны быть либо какие-то мега-скандальные темы, либо очень смешной юмористический контент, он еще может на Арканике выехать. Но все равно, даже если у тебя качественный контент, для того, чтобы тебя увидели, по крайней мере, узнали, тебе нужно все равно вкладывать прилично в рекламу. В Instagram можно там накрутить количество подписчиков, например, но и некоторые так делают, ожидая, что сейчас там повалятся в предложение рекламе. Но на самом деле, ну, все смотрят статистику, там, какая аудитория, ну, допустим, ну, насколько отзывчивая она там, активная, как быть приглашенной там на разные мероприятия бьюти-брендов и так далее. Ну, это не только от количества подписчиков зависит, ну, а в принципе от того, что ты в этой сфере, ну, присутствуешь давно, знакома с многими, ну, как-то крутишься здесь. Ну, да, наверное. Не то, что если у тебя будет 100 тысяч, там, вчера было ноль, а сегодня 100, то тебя сразу везде начинают там видеть, приглашать и так далее. Ну, в Инстаграм публика довольно положительная, позитивная, лояльная и так далее. Там, в принципе, в Инстаграм комментариев таких прям злостных мало. Бывают недоброжелатели, но ненадолго. А вот на Ютуб, там, возможно, там больше подростков там с какими-то своими, не знаю, проблемами. И там прям бывает жесть. И я, ну, я уже привыкла за 6 лет не обращать внимания, но там, начиная от того, как ты смеешься, какой у тебя голос, что там ребенок плачет, а мама снимает видео, заканчивая там какими-то ужасными пожеланиями мне и ребенку. Ну, я, естественно, блокирую таких сразу, но на Ютуб такого много вот этих хейтеров. Ну, во-первых, нужна хорошая камера, важен свет. Ну, плюс еще есть миллион приложений для обработки фотографий. В принципе, для Инстаграма, если хорошая техника, в смысле телефон, то его может быть достаточно. Но опять же, чтобы выделяться на фоне остальных блогеров, сейчас уже подписчики очень требовательны к качеству. И для того, чтобы не проигрывать в конкуренции на фоне других, нужно придумывать какие-то свои фишки. Например, некоторые даже стори снимают на профессиональный фотоаппарат с петличкой. Ну, это видно по картинке, ну и по звуку тоже. Насчет Ютуба, то у меня есть несколько камер. Одна большая для домашних видео. Я ее ставлю на штатив, там подключаю петличку. Ну, все как в обычной профессиональной съемке. Софтбоксы, отражатели и все такое. Ну, и есть камера Canon G7X, которая маленькая, ну, тоже дает хорошее качество картинке. Довольно нормальный. Неплохой микрофон, ну, для блогов в поездках. На нее я снимала видео и о Шкоде. Ее в основном беру с собой. Наверное, я хочу, чтобы блогинг просто стал, ну, полноценной профессией, чтобы к этому не относились как-то пренебрежительно, как вот когда я начинала. Например, я помню, у нас была встреча одноклассников, там, спустя, сколько, пять лет, наверное, после выпуска или десять со школы. Это вот в 2015 году было. Ну, я тогда пришла еще с такой, с камерой, с откидным экранчиком. Такая привитивная была техника. Ну, и большинство одноклассников там подсмеивались с того, что я снимала влог с нашей встречи. Ну, и потом, спустя пять лет, то же самое было. Я, правда, влог уже не снимала, но там сторис какие-то. Ну, и с некоторыми я уже работала, то есть они заказывали рекламу платную, некоторые там еще за какой-то рекламой обращались. Ну, сейчас я вот так явно увидела на этом примере, что изменяется отношение к блогерам за то время, когда я работала кардинально. Я как-то писала даже пост на эту тему, насчет того, с кем я не работаю, кого не рекламую, мирую. Например, ну, это, в принципе, то, что я не приемлю и в обычной жизни. Было бы странно рассказывать о том, что я сама бы чем бы не пользовалась. Ну, например, это там подделки брендов, такие дешевые, какие-то китайские, либо крепкий алкоголь, либо там табачная сфера. Допустим, так как мой муж занимается заработком в интернете, продает на Амазон, то я не рекламирую других, кто рассказывает о каком-то других видах заработка в интернете. Мы Амазоном занимаемся с 15-го уже года. Сначала начали сами просто продавать. Наш друг тогда узнал об этой теме, рассказал нам. Тогда, в принципе, мало кто еще об этом тоже слышал. Ну, и мы завезли сначала первый товар, потом второй. И потом уже наши знакомые, мы как раз на тот момент уехали в Америку жить, начали там спрашивать, как мы зарабатываем, чтобы полгода жить спокойно в другой стране. И мы рассказали, что на Амазон. Ну, и потом начали интересоваться, чтобы поделились, ну, вся эта технология, как, у кого мы заказываем, в Китае мы в основном заказываем у поставщиков крупных товар. Ну, и продаем его на американском Амазоне, то есть он не заезжает в Украину, а прям, ну, все через интернет, не ездим в Китай выбирать этот товар. И потом, так вот мы несколько человек обучили из своих друзей, круга нашего. А потом я была уже блогером на YouTube. Я сняла видео такое пробное, чтобы понять, есть ли вообще спрос на такое, вот такого рода обучение. Ну, и сказала об этом видео, что мы уже обучаем, рассказала об Амазоне, хотя мы тогда еще, ну, так по-крупному не обучали. И мне первый день, наверное, мне, ну, где-то 40 сообщений пришло, запросов о том, что там, расскажи подробнее, можно ли начинать сразу. И вот мы тогда вот в Америке и начали обучать именно так. Но я, в принципе, до сих пор, так как на Амазон быстро очень меняются, ну, разные, не то что правила, условия, сложно даже записать вот курс, который бы там год хотя бы был действителен. Поэтому муж занимается индивидуально до сих пор. Вот. И я не рекламирую, ну, мы не включаем, там, таргетированную рекламу и так далее. Это вот только в моих блогах. Я рассказываю об обучении, на YouTube видео есть, и вот в Instagram страничницу завела. Ну, и вот отсюда хватает учеников с головой. Лиля, спасибо большое за интересную беседу. Теперь мы узнали, что каждый из нас при желании может стать инфлюенсером, освоить новую профессию. Если вы хотите быть профессиональным блогером, подписывайтесь на Instagram Лили. Все линки в описании к нашему видео. Ставьте лайки и до встречи на канале ProGapto. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok